Здравствуйте, друзья! Когда наступает ночь, человек сжигает огонь. Мне очень нравится эта фраза Гераклита, так как она, на мой взгляд, наилучшим образом описывает природу человека и его отношение к природе и к пространству в целом. Действительно, человек по своему преимуществу это культурный, а не биологический феномен. Действительно, когда наступает ночь, животные сигнализируют ночь как время для сна или для охоты, но только не для человека. Потому что для человека ночь – это такое препятствие, которое легко преодолевается за счет культуры, за счет культурных артефактов. Факел, костер, светильник, смартфон, да все что угодно. Это преодолевает ночь. Поэтому человек по своей природе, согласно Гераклиту, согласно регистрационистам, это такой бунтарь. Природа говорит, что пора спать, а человек говорит, а я не буду, а я не хочу, и продолжать бодрствовать. И в этом плане совершенно не случайно, согласно Гераклиту, распря, борьба и конфликт лежат в основе всего сущего. Ибо конфликт помогает нам развиваться как и на микро, так и на макроуровне. Человек – это такое существо, которое усложняет себе жизнь. Мы идем в школу, мы поступаем в институт, пишем диссертации, пишем книги. Зачем это нужно? Зачем нужно усложнять себе жизнь до такой степени? Ведь можно же отказаться от всех этих челленджев, от всех этих испытаний и адаптироваться к природе так, как это делает животное. Таким образом, идея конфликта, конечно, была очень популярна и в Древней Греции, поэтому эта идея нашла свое отражение в искусстве, в драматургии, в поэзии, в живописи и даже в архитектуре. Искусство работает на конфликтах. Что же такое конфликт, соответственно, в этом искусствоведческом смысле? Конфликт – это преодоление, препятствие героя. Конфликт – это проблема, с которой сталкивается герой или объект. И, по сути, когда мы смотрим фильм, когда мы смотрим театральную постановку, мы смотрим, как эти герои, собственно говоря, эти конфликты преодолеваются. Если бы не было этих конфликтов, было бы, поверьте, чертовски скучно смотреть на эту постановку. И для меня имеет особый философский интерес конфликт соотношения героя и пространства. Понятно, что бывают разные конфликты. Бывают конфликты между поколениями, так называемый конфликт отцов и детей. Бывают межличностные конфликты. Но именно конфликт героя и пространства, на мой взгляд, наилучшим образом описывает природу человека, природу этого героя и его понимание о бытии в целом. Я приведу такой следующий пример. Представьте, что вы все сидите сейчас не на лекции, а вы сидите в театре. Идет театральная постановка. У нас тут театр одного актера. Вам был бы, наверное, скучно смотреть такую театральную постановку в виде лекции. Но представьте, что гаснет свет, сотрудники библиотеки закрывают дверь на ключ, мы слышим звон хуча, идет паника и чувствуем мы все запах гари. Я месяц готовился к этой лекции, вам нужно идти домой, кормить детей, готовить ужин, но все, мы будем захочены в этом месте. Вот произошел на таком, конечно, ремитивном уровне, но произошел конфликт между героем или героями и пространством. И в своем вступлении я планирую проанализировать два популярных художественных произведения, где, на мой взгляд, конфликт индивида и пространства выражен наилучшим образом. Это произведение, которое было написано в 1715 году, оригинальное название которого очень-очень длинное, я думаю, вряд ли кто его сможет запомнить, которое больше всем известно, как Робинзон Круза. К слову, надо отметить, что то произведение, которое мы знаем, подключение Робинзона Круза на необитаемом острове, это только первая часть. Есть вторая часть, есть третья часть. Робинзон Круза будет путешествовать по России, он попадет в Сибирь, там он познакомится с каким-то русским князем, через Архангельск он будет добираться до Лондона. Но о чем первая часть этого произведения? Это история о таком корыстном плантаторе, который вопреки воле отца отправляется в морское плавание, терпит кораблекрушение на необитаемом острове и всячески пытается выбраться из этого острова. Но вопреки такому вульгарному представлению, Робинзон Круза это не инструкция по выживанию на необитаемом острове, как это обычно принято интерпретировать. Нет. На мой взгляд, это философское произведение эпохи Нового Времени. Это произведение, которое наилучшим образом описывает весь этот модернистский проект, который согласуется с представителями философии эпохи Нового Времени, а в частности Жаном Жаком Руссо. В этом произведении идет преломление природного и культурного. Согласно философии Нового Времени и согласно философии Руссо, культура это насилие. Это насилие, которое нужно преодолеть. И действительно все институты культуры, наука, государство, религия, это все институты насилия. Без негативных коннотаций. Даже язык, на котором все мы говорим, это тоже насилие, потому что мы вынуждены строить нашу речь согласно грамматическим правилам. Поэтому дабы пожаловать в культуру, дабы пожаловать в насилие. Нравится вам это или не нравится, но это так. Но для философов Нового Времени это проблема, потому что культура по своей природе она разделяет. А поскольку она разделяет на расы, она разделяет на сословия, любое сословие будет думать, что оно лучше другого сословия. поэтому возникает проект Back to the Nature или как переводится назад к естественности. Человеку нужно выйти за рамки этой порочной культуры и прикоснуться с чистой природой, с чистой естественностью. Поэтому необходимо было найти естественное государство, необходимо было найти естественную религию, вопреки исторической или конфессиональной религии, необходимо было найти естественную мораль. Таков был проект эпохи нового времени, это проект модерна. И важно отметить, что главный герой и в этом произведении показывается, что Робинсон Круза преодолевает это пространство культурного и входит в пространство чистой естественности, где настигает просветление. Поэтому для философов нового времени очень важен этот момент именно просветительский. А вот нужно просветить в том плане, чтобы они вернулись к природе, потому что природа это отличный уравнитель. В природе все равны. Поэтому если мы все к ней вернемся и найдем это истинное зерно, то не будет войн, не будет революции, не будет конфликтов. Понятно, что эта идея довольно-таки наивная, банальная, с ней спорили, она вызывает смех. Руссо защищал, наверное, только Дорида из постподернистских философов, но эта идея была очень важна для того духа этого времени. Поэтому Хабинзон Круза путешествия по этому острову, он находит себя, он становится милосердным человеком, он спасает Пятницу. Если вы помните, как происходит встреча Робинзона и Пятницы. Пятницу хотят убить кари, они хотят его съесть, но Робинзон понимает, что не пристало человеку есть другого человека. Так нельзя. Почему нельзя? Да не почему нельзя. Так таков закон. И в этом плане Дефо показывает именно работу вот этого закона естественной морали. Отсюда следующий тезис, что естественность никогда не кодифицирована. естественно нету закона, нету кодекса, нету какого-то какой-то книги, каких-то сводов документов по естественности. Это применимо как к государству, применимо как к религии и к морали в том числе. Согласно этим филмам, лоссовам даже государство такое неизбежное зло, которое должно потом отпасть. Оно осуществляет только административные функции, не более. Поэтому как понимается пространство в этом произведении? Оно гибкое. То есть по сути Дефо рисует такую картину в рамках которой главный герой спокойно преодолевает, спокойно в том плане, что он может это делать, преодолевать эту порочную систему культуры и выйти на новый уровень в пространство природы. Он это делает. но помимо вот этого модернистского проекта существует другой проект, существует другое произведение, которое также повлияло на всю мировую литературу. Это, конечно, произведение хетроумной «Идальго» «Дон Кихот ла-манческий», как оно полностью звучит, и, конечно, оно выразилось в фигуре Дон Кихота. Это не модернистский проект, хотя Борхес считал Сервантеса первым постмодернистским писателем, но в Дон Кихоте реализован экзистенциалистский проект. То есть, иными словами, затрагиваются вопросы о существовании главного героя. Это вопрос на повестке дня. В принципе, этим занимается экзистенциализм как философское направление начала XX века. Если у Робинзона конфликт представлен как конфликт между культурой и природой, то в Дон Кихоте он реализуется как конфликт между историей и событием. Историей как такой насильственной заданностью, неизбежной заданностью, то, что историки называют принципом историзма, и событием. То, что побивается за рамки этой заданности, то, что указывает не на мнимый, а именно на подлинный характер. то, что греки называли Кайросом вопреки Хроносу. Хронос это такая последовательная череда событий, где человек, в принципе, может довольно-таки отчужденно к ним относиться. А Кайрос именно то событие, которое указывает на непосредственно существование объекта. Он видит себя в этом событии. Надо отметить, что судьба рыцарства, даже в эпоху средних веков, была довольно-таки завидной. Потому что в средние века действовала, как известно, система Майората. То есть право наследования, если помните, оно передавалось только по старшинству. Старший сын имел право наследовать имущество имения. А что же оставалось сделать средним и младшим сыновьям? Если бы они были подонками, они бы убивали старших сыновей, либо они становились разбойниками, либо церковь их отслала в арестовые походы, либо на войны. Выбора-то особо не было. Вот такая перспектива. Либо умираешь на войне за чужие идеалы, либо ты становишься разбойником. Ты сам по себе, но кому ты нужен. Поэтому даже если вспомнить сам роман, о чем это? Это роман о таком престаревшем, обедневшем и Дальга, человеком благородного происхождения, ему 50 лет, и он бросает вызов вот этой исторической помойки. Он говорит, что я не хочу сгинуть так же, как и мои предшественники. Поэтому Дон Кихот начитался романов хетерских и воображает себе ту реальность, в которой он чувствует себя комфортно. И он отчаянно старается выйти за рамки этой реальности. Но дело в том, что эта реальность не позволяет ему выйти. Это пространство, в котором он находится, оно очень жесткое. Поэтому знаменитый испанский философ Хосе Артега Игасет дает такую оценку этому произведению Дон Кихот сталкивается с так называемой убогой таверной реальности. Это как раз отсылка на тот момент, на тот сюжет, когда Дон Кихот пытается посвятиться в рыцаре. Если помните, он заходит в таверну, находит хозяина таверны и говорит, что слушай, ты, наверное, везде побывал, у тебя такой богатый опыт, посвяти меня в рыцаре. все, конечно, думают, что это какой-то больной человек, какой-то идиот. Хозяин таверны стал требовать деньги с Дон Кихота, ну, не знал Дон Кихот, что, оказывается, за деньги посвящает в рыцаре, но в итоге его Дон Кихота обсмеяли и избей. И Хервантес рисует очень яркие образы, которые хихорят сознание читателя и Дон Кихота так сильно, что его вот это фэнтезийное представление о реальности просто рушится об скалы вот этих вот отвратительных образов. Дон Кихот представляет вдоль синей таборской грязную пастушку, изо рта которой воняет чесноком. Дон Кихот видит грязных свиней помойных. Конечно, в этой красивой сказке таких не может быть образов, но Хервантес так ярко их описывает, что вырваться за рамки этих образов Дон Кихоту не получается. И что в итоге он проигрывает эту борьбу. Он умирает, он умирает пустухом, он умирает худучи, ограблен и избит. Если сравнивать это произведение с Робинзоном, то, как я уже сказал, в Робинзоне пространство более гибкое, оно позволяет тарифовать главному герою, дон Кихоте пространство крайне жесткое. Оно не позволяет выйти за вот эту грань, за грань воображаемого. Как бы этот герой не старался, поэтому совершенно не случайно Дон Кихот это очень важное произведение для всей испанской культуры и для философии эргистенциализма, который будет находить свое поражение в трудах такого знаменитого философа-эргистенциалиста Мигеля де Унамуна, который напишет целый труд Шатье Дон Кихота, который как раз будет описывать вот эту идею, вот эту отчаянную борьбу с мнимой историей, которая направлена к этому подлинному бытию. Но об авторе, который все-таки позволит своим героям прорваться за рамки этой унылой, убогой реальности, я поговорю на своей следующей лекции. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ